Привет, девчонки, это Маша. Сегодня у нас видео по очень популярному вопросу, без преувеличений. Ежедневно то тут, то там кто-то пишет. Подскажите, что за кисть? И это помимо множества других вопросов про кисти, типа как мыть, хранить, какая кисть лучше для вензелей и так далее. Вопросов настолько много, что я почувствовала прямо-таки острую необходимость срочно открыть вопрос кистей. Плюс к этому приехала посылочка от Crystal Nails. И помимо кучи всяких ништяков, которые там были, в том числе и таких, которых в моей коллекции еще не было и аналогов я не знаю, приехали замены на мои привычные кисти и парочка новых кистей, которые я вам сейчас обязательно покажу. А пока ответ на самый популярный вопрос. Если в моем видео вы видите кисть с розовой рукояткой, это кисти Crystal Nails, которые на сегодняшний день мои фавориты. Думаю, вы заметили по видео. Именно эти кисти только новенькие и приехали в посылочке. Вот моя прелесть. Кисти приехали в удобном пенале для хранения. Пенал делает вот так, образуя тем самым удобную для работы подставку. Единственное это размер. В разложенном состоянии пенал занимает довольно-таки много места. Так, что у нас тут с кистями? Вот эти пять красоток новые, а вот эти четыре кисточки мои старушки. Первая кисть короткая тонкая синтетика Short Nail. У меня такая уже была. Заказала новую немного освежить. Где старая, где новая подписала. Старая все еще в рабочем состоянии. Немного подустала, но ей еще можно спокойно пользоваться. Вторая пара тоже старая и новая на замену. Со старой случилась неведомая катастрофа. Я нашла ее помятой под столом. Вот и потребовалась замена. Это синтетика 10 мм Long Nol. Первая кисть и это мои любимые. Скажем так, могу смело и без зазрений совести их рекомендовать. Удобная, красивая и качество супер. Ни одну из всех моих Crystal Nails не выстригала. Старые кисти прослужили хорошо, новые вообще прекрасны. Тонкий ворс, очень упругий, мягкий и послушный. Толщина как надо, длина тоже. Ну, короче, нравится. Вот еще парочка. Барбара 1 и Барбара 2. Скажем так, они похожи, но немного разные. Отличаются толщиной. Старая толще и ворсом. У новой он синтетический. Старая чуть пожестче. Они похожи и, в принципе, взаимозаменяемы. Ну и напоследок такая еще пара. Акварель и Твикси. Первая, что-то типа, как предыдущие, только больше и вытянутое. По сборке напоминает кисть для каллиграфии. Ворс очень тоненькая синтетика. Мягкий и упругий, весьма податливый. Вторая, Твикси. Натуральная, крупная кисть лепесток. Сейчас выглядит мохнатенько, но только потому, что я выбила клей и еще не использовала. Такая скорее подходит для акриловых красок, акварельной техники или же каких-то абстракций с жидким гирлаком. Густой материал она не потянет. С обзором все, давайте откроем еще один вопрос про кисти. В комментариях часто просят показать, какая кисть для чего. Этот вопрос одновременно и простой, и сложный. Да, можно просто показать разные элементы разными кистями, но это слишком неинформативно и упрощенно. Я хочу копнуть глубже, чтобы дать понимание о том, как работают кисти. Кисть – это инструмент. У одной кисти может быть очень широкий спектр использования и разные техники работы. Если разобрать основные принципы, то больше не будет необходимости в упрощенной демонстрации каждой кисти в отдельности. Итак, чтобы выбрать кисть, кроме качества сборки, ворса и удобства рукоятки, которые мы сейчас трогать не будем, нужно обратить внимание на такие пункты. Из чего ворс, какая его упругость, длина и плотность сборки. Также важны форма и размер. Все эти критерии влияют на конечный результат, а именно насыщенность линии, размер и форма отпечатка и на какую длину линии хватит краски на кисти. Материал ворса. От него зависит упругость и жесткость. Для работы с гидлаками и красками нужен упругий ворс, чтобы после нажима кисть равнялась свою первоначальную форму. Из натурально хорошего тампланика лонок, но лучше мягкий нейлон. Чем гуще материал, который вы рисуете, тем более жесткая нужна кисть, так как мягкие не потянут густой материал. А слишком жесткая в комбинации со сравнительно жидким податливым материалом будет прорезать мазок. Идем дальше. Длина ворса. Чем длиннее ворс, тем длиннее будет ваш мазок. Короткой кистью не нарисовать длинный насыщенный мазок одним движением. Плотность сборки. Она тесно переплетается с жесткостью кисти. Чем плотнее избитая кисть, тем она более жесткая, но и тем больше материала она на себя заберет и тем равномернее его отдаст. Резенькая кисть оставит весь материал, что на ней при первом касании и будет тянуть каплю за собой. Это хорошо для рисования, растушевок, а с битенькими кистями удобно, скажем, равномерно нанести что-то густое, например, густую базу. И последняя форма кисти. Ну тут понятно, да? Тут еще, кстати, техника работы играет роль. Вот пример изменения формы отпечатка в зависимости от нажима. Теперь давайте поговорим об уходе за кистями. Тут ничего замысловатого нет. Все просто. Элементарное бережное отношение к борсу. Но есть ряд распространенных ошибок, по которым мы сейчас пройдемся. Начнем с подготовки кисти. Мои маникюрные кисти к работе уже готовы, поэтому буду показывать на примере обычной художественной кисти. Но с маникюрными то же самое. Синтетические нет, но натуральные кисти частенько продаются в клее. Не надо жмякать кисти как попало. Первое. Мнем кисть с сжимающими движениями по кругу. Тем самым мы разделяем ворсинки и на них все еще будет клей, но кисть не будет однородной слипшейся массой. Не надо сразу же пытаться согнуть кисть и переломать пару волосин. Когда кисть распушили, сбиваем клей с ворсинок. Не нужно делать это об рельефные металлические рукоятки инструментов, не нужно выскребать клей ногтями. Это все портит ворс. Правильно выбивать клей обо что-то мягкое, типа салфетки или гладкое, типа деревка кисти, ну на крайняка палец. И да, нельзя заламывать кисть в отрицательный угол. Не надо ломать ворсинки у самого основания. Чтобы убедиться, что клей выбит, пошуршите кистью на просвет. Вы увидите, летит шелуха или нет. Если нет и нет необходимости выстригать кисть, макайте в гирлак и рисуйте сколько влезет. Как выстригать кисти покажу в одном из следующих видео на живом примере. Еще один популярный вопрос, точнее два в одном. Очистка и хранение кистей. Я эти два вопроса предпочитаю объединить в один. В процессе использования кисть можно вытирать вот так. Об спонж смоченный клинсером. Обратите внимание, кисть из основания не выдираем, ворс не заламываем. Иначе пара таких очисток и капец вашей кисточке. Очистка перед хранением способ номер один. В маленькой бутылочке я храню что-то спиртосодержащее, но не сильно ядреное. Предпочитаю какой-то мягкий клинсер или нейл преп. Такой, от которого кожа вокруг ногтя не белеет. Знаете, бывают такие. Или нейл преп, который толком не обезжиривает ноготь с первого раза. Причем средства для очистки кистей не использую намеренно. Это, как правило, не очень качественный, недоочищенный клинсер или что-то в этом духе. Знаете, и вы лет жалко, и к ногтям применять неохота. Решили наклеить этикетку очиститель кистей. Такая штука может быстренько привести кисти в негодность. Как мою, видно, тут ничего замысловатого. Единственное, кисти в баночке не бросаем, об дно не трем, рукоятку не макаем, так как с некоторых облазит краска. Ну и насухо протираем кисть после очистки. К следующему использованию у вас готова чистая, не слипшаяся кисть. Очистка перед хранением способ номер два. Еще один крутой способ очистка базы. Просто легонько колопуцаем кисточкой капельку базы. Запачкалась, продолжаем уже в новой капельке. Это очень эффективно вымывает пигмент из кисти. Многие советуют брать густую базу, но я не согласна. Во-первых, это менее эффективно для мягких кистей. Во-вторых, густые базы, как правило, тверже жидких, ядренее, так сказать. И густые базы обычно более кислотные. Это нехорошо для ворса. Короче, я советую среднюю или жидкую базу без запаха. Можно недорогую, понятное дело. Жидкие базы меньше затвердевают сами по себе, в то время как густые деревенеют. Когда в кисти нет пигмента, спонжем отживаем базу из кисти и складываем в темное местечко. Хочу сделать пару дополнительных комментариев. Считается, что очистка кистей базы более щадящая, но я не согласна. В плане механического воздействия возможно. Конечно же, промыть кисть в капельке базы гораздо менее ущербно для нее, чем тереть об спонж, смоченный в клинсере. Но опять же, я показала свой способ, как полощу кисти в банке с клинсером, и механический ущерб тут нулевой. В плане химического воздействия на кисть тут все на одно лицо. Что база, что легенький обезжириватель одинаково негативно влияет на кисть, но не настолько, чтобы менять кисти раз за разом. Я специально провела эксперимент. Одни кисти очищала в баночке с клинсером, другие мыла базой. Разницы в сроке службы нет. Другое дело, что кисти, очищенные базой, при долгом хранении и без использовании деревенели. Впрочем, они также быстро размачивались все той же базой для гель-лака. Короче, мой вердикт таков. Мне больше нравится мыть кисти в баночке с клинсером, и я считаю, что для кистей, очищенной базой, нужна до очистки клинсером. Что касается хранения. Независимо от того, каким способом вы почистили кисть, на ней все равно остаются остатки полимеров. Хранить ее нужно в темном месте без доступа света, так как на свету гель-лак твердеет. Мои варианты. Коробочка в ящике стола или вот далеко ходить не будем. Прекрасный пенал, в котором приехали кисти. И темно, и компактно, и красиво, и удобно. Что еще надо? И опять же, прекрасно, когда у кистей есть колпачки. Ну и последнее. Какие кисти хороши для вензелей? Как по мне, удобнее всего мягкий нейлон. Им легче сделать тонкую линию, не выстригая кисть до трех волосин, как в случае с натуральными кистями. К тому же, нейлон дольше служит. В общем и целом, кисть должна быть тонкой, упругой и очень податливой, чтобы было удобно выписывать ровные завитушки без нажима. И не слишком сбитой, чтобы вензеля не напоминали колбасы и меняли толщину вдоль линии. Насчет длины кисти по желанию, смотря какие вензеля хотите, тонкие и воздушные, или маленькие и кучерявые. Давайте на примере покажу две любимые кисти. Материал одинаковый, разная только длина ворса. Короткой удобно делать маленькие и средние вензеля, а вот на большие уже немного не хватает краски. А длинной удобно и маленькие, и большие, и средние. И такой еще момент. Капля не должна формироваться со ступом от кончика. Это все качество сборки. Если так происходит, нужно удалить из кисти волосины длина которых выбивается. Подробнее я покажу, как это делается в одном из следующих видео. Ну и так, для общего развития. Средние по размеру, но жирненькие вензельки сравнительно толстой кистью. Это тоже красиво. Фух, но с кистями вроде все. Мы одолели эту большую тему. Надеюсь, ничего не забыла. Если вы не услышали ответа на свой вопрос, напишите его в комментариях. У нас на очереди еще один обзор кистей. В этом видео была синтетика. А в одном из следующих я покажу натуральные кистики. Ко мне приехал еще один набор, который я хочу вам показать. Там совершенно другие кисти. Ставьте лайк, если вы счастливы наконец-то увидеть видео про кисточки. Также подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать новые видео. И присоединяйтесь ко мне в других соцсетях. А с вами была я, Маша. До скорого! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok